В условиях военного времени. Так называется фильм, который готовит телеканал «Север» к 70-летию Великой Победы. О том, как жил прифронтовой город, о ежедневном подвиге женщин, стариков и детей, рассказывают герои фильма и очевидцы. Наринмар в 41-м стал прифронтовым городом. Мужчины ушли на войну, женщинам и детям пришлось взять на себя всю работу. Стране и фронту нужны были продукты питания, мясо, рыба. Нужна была тёплая одежда. Сегодня на Наринмаре военных лет найти информацию нелегко. Очевидцев осталось немного, фотографий ещё меньше. Сложность создания такого фильма в отсутствии документального материала. Поэтому было принято решение сделать фильм на основе исторической реконструкции. Действующими лицами согласились стать творческие сотрудники культурно-делового центра «Арктика». Вера Захарова играет роль женщины, получившей похоронку. Он у меня первый такой опыт, поэтому интересный, необычный, так скажем, даже где-то экстремальный. Где-то я там и падала, и в снег, и бежала. Съёмки эпизодов реконструкции проходили на Сахалине, в доме, который построил в 41-м году отец Людмилы Ивановны Тетеревлевой. Через неделю он ушёл на фронт. С тех пор интерьер дома бережно сохраняется. Поэтому героям было легче вживаться в свои роли. Мы снимали два эпизода, и разница между съёмками была 15 минут. А разница между теми событиями, которые произошли с героями, было два года. И вот за 15 минут перестроиться из той девочки, которая, вот буквально весь мир был перед ней открыт. Она была счастлива, у неё было счастливое детство. И вдруг вот период войны, осознание того, что стране нужна твоя помощь, поддержка. Странная штука жизни. Вот ты хотела быть врачом, а стала радисткой. А я медсестрой. Через 4 месяца на фронт. А я уже послезавтра. Таких пронзительных фактов истории в фильме много. Голод. Летом спасал подножный корм, грибы, ягоды. Зимой женщины брали тёплые вещи, ушедших на фронт мужей. Шли по 5 километров, проваливая снег, чтобы обменять у рыбаков на хоть какую-нибудь рыбёшку. И скорее домой. Успеть сварить, накормить голодные рты и на работу. Спать было некогда. Стране нужны были продукты. Чтобы снять этот короткий эпизод, исполнительницы ролей два часа шли в пургу по Печоре. А перед этим изучали историю города, вспоминали рассказы очевидцев. Вспоминая, например, своих бабушек, которые у нас трудились именно в тылу, именно вот здесь, да, и рассказывали, как им это всё тяжело было, то примерить на себя эту роль, конечно же, это было бы, было очень, так сказать, приятно, интересно и волнительно. С удовольствием снимаются в фильме дети из театральной студии «Радда». Для них съёмки – тоже работа. Действительно, это очень, как сказать, моментально получается. Вот мы приехали на съёмки, такие весёлые, да, всё вот это. Никто даже не ожидает, что потом и слёзы на глазах, тут же прямо сам по себе вот это всё проявляется. Съёмки фильма в условиях военного времени продолжаются. Премьера состоится 9 мая на телеканале «Север». Валентина Чибичек, Мария Кравченко, Антон Водряков, Сергей Качегов, Телеканал «Север».